В свое время еще отец заканчивал БГТУ имени Шухова. Многие знакомые, друзья заканчивали. Успешность определяется не всегда местом, городом, престижностью и так далее, а зачастую еще самим абитуриентом и теми преподавателями, тем составом, который работает, с которыми ты учишься, которые тебя обучают. Поэтому технолог уже своей практической деятельности, рабочей деятельности очень часто приходится сталкиваться с выпускниками технолога. И, конечно, если когда-то только что знакомишься с человеком, а какие бы мы не занимали должности, где бы мы не работали, то всегда есть место именно человеческому контакту. А человеческий контакт зачастую все равно начинается с того, что где до этого работал, где учился, с чего начинал, какая альбоматор. И, исходя из этого, можно просто констатировать, что сегодня в Белгородской области, конкретно, начиная от эконом-фака и инженерно-строительным, то есть непосредственно профильным специальностями, то есть очень часто сталкиваешься с выпускниками технолога. Если бы сейчас поступал, то профиль бы, наверное, не поменял, но просто уже опыт практической работы как раз подсказывает, что преимущество образования, если говорить про как раз экономический факультет, то преимущество образования технолога заключается в том, что особенно на первых курсах идет все-таки большое количество инженерных предметов. И они потом оказываются очень полезны, потому что так называемый экономист в чистом виде или финансист в чистом виде, ну, они для реального производства, будем говорить, очень мало где нужны. И для реального производства очень важно, чтобы специалист экономического профиля мог на одном языке разговаривать с инженером, чтобы он мог на одном языке разговаривать с технологом. Именно как бы общий подход и понимание технологии одного производства, они потом позволяют более быстро и более качественно разобраться в другом направлении, в другой как бы отрасли. Выпускник технологов в первую очередь должен уметь искать информацию, да? То есть не обладать информацией, что в сегодняшнем мире вообще обладать информацией даже в рамках какой-то узкой специальности, это вообще невозможно. То есть даже на каком-то этапе, помню, во время обучения в университете еще такая школьная привычка осталась, что если ты хорошо как бы учишься, проявляешь интерес к предметам и все, и ты как бы стремишься знать все, и по всем предметам все, уже как бы на первом курсе это все растаяло, потому что бы стало понятно, что это просто невозможно. Поэтому, говорю, это банальность, но возвращаясь к компетенциям выпускника-технолога, это первое, это поиск информации, ее нужно искать оперативно, и к этой банальности современное, будем говорить, условие добавляется, что, опять же, одно дело искать информацию в двух-трех источниках, и совсем другое дело, когда информацию необходимо искать уже в 10-15 источниках. Сегодня очень много информации некачественной, то есть нужно учиться различать. Отсюда мы приходим к следующей компетенции, к тому, что выпускник-технолога должен очень хорошо уметь анализировать, анализировать и понимать, что есть белое, что есть черное, что есть правда, что истина, что ложь. И третья компетенция, то есть как раз умение находить общий язык и понимать технологию любого производства, технологию любого бизнеса, то есть рассматривать именно производство в целом, не рассматривать узко там сегмент экономических взаимоотношений. Придя на работу, забудьте тому, чему вас учили в институте. Вот для того, чтобы на работе быть успешным, надо все-таки критично относиться к этому высказыванию. И немножко, будем говорить, так пересмотреть подход. То есть нужно не забывать о том, чему учат, серьезно относиться к чему учат. То есть просто так никакие знания не проходят, просто так никакие знания не даются. И в той или иной степени, в разных ситуациях, на работе, в жизни, они все равно оказываются полезными. Поэтому относиться серьезно к тому, что дает технология.